Друзья, всем привет! Меня зовут Любомир Парада, и это мой канал. Наконец-то дошли руки для того, чтобы записать продолжение вот этого вот рассказа о местах не столь отдалённых. Два месяца назад я снял ролик, в котором рассказал про изолятор временного содержания и немножечко про то, как я заехал на СИЗО, следственный изолятор, и закончилось это всё вокзальным помещением и переводом в так называемую грязную камеру. И всё. И я сказал, что продолжение следует, и пишите, интересно или нет, и будем продолжать. Комментариев собралось прилично, люди пишут, да, формат заходит, продолжай. Ну и, собственно, пока я собирался, уже прошло чуть больше двух месяцев. Итак, давайте продолжим. Кому интересна эта тема, вы можете просмотреть ролик предыдущий, возвращаться я к нему не буду, и сразу начинаю продолжать с грязной камеры. Вот, как я рассказывал, с вокзала нас перевели в камеру, которая грязная, чтобы мы там провели ночь. Утром уже начинают всех расфасовывать, с грязной ведут в баню, и после бани всех распределяют по камерам. Вновь прибывших, собственно, определяют новую камеру, в которой ты будешь находиться. Тех, кто уже находится на централе и просто выезжали на следственные действия, либо на суды, они просто возвращаются в свои камеры. Чем интересно грязная? Если вы приезжаете в первый раз, ну, опять же, как это было у нас, да, если заезжаешь в первый раз, то в грязной как раз ты сталкиваешься с теми людьми, которые уже на этом централе сидят. И, соответственно, за эту ночь, как бы, все равно там спать не очень было удобно. А за эту ночь в грязной можно нормально пообщаться и немножечко понять, что к чему, потому что люди, которые уже там, собственно, сидят, они могут нормально вести по основным параметрам в курс дела. Утром после бани, как я уже говорил, выводят на продол, это длинный коридор, по обе стороны которого находятся камеры. Мусор говорит просто название камеры, к которой тебе подойти. Опять же, рассказываю, как это было у нас. Это был Серпуховской Централ, новый корпус. Камера, насколько мне не изменяет, память 7.4. Подходишь к тормозам, это двери, соответственно, тебе подходит мусор, когда наступает твоя очередь, и заводит тебя в камеру. Собственно, как многие себе представляют, да, ты заходишь в камеру, и на тебя сразу все обращают внимание, начинает что-то там тебе тележить, там, что такое, кто, что, почем. Такого ничего нету, вот, и, соответственно, попадаешь ты в так называемое, можно назвать, общежитием. То есть, это комната, которая чем-то похожа на комнату общежития, где живут, собственно, мужики. Ну, за исключением того, что на окнах решетка, реснички, небо не видно, вот. В камере достаточно чисто, натянуты какие-то веревочки, висит постиранное белье, сушится, дальничок, это унитаз, да, туалет, так сказать, закрыт, какой-то там симпатичный занавесочкой, дубок, стол, на котором все принимают пищу, так сказать, за которым тоже чистый, ничего на нем не накидано, не набросано, все аккуратно. Ну, и нет такого, то, что, как я говорю, подбегают с порога, начинают что-то спрашивать. К нам подошел человек, Стас его звали, вот, сказал то, что вот здесь есть свободный шканарь. Опять же, тюрьмы, вот, как я застал в то время, сейчас, не знаю, всегда были перегружены. И, например, в нашей камере, которая была рассчитана на 12 человек, сидело нас 20. Вот, и поэтому приходилось спать в две смены на Серпуховском централе. И надо было выбрать, ночью ты, ну, спишь ты ночью или спишь ты днем. Там, соответственно, тюрьма живет круглосуточно, все время там идет движуха, и поэтому, как бы, ночные смены, это очень даже нормально. Вот, и сказал мне, какие есть пару свободных шканарей, где можно выбрать даже смену. Вот, и сказал, разбирайся, вот, там, вот твой, ну, как бы, разбирай свой баул, мульно-рыльный, там, прочие дела, что непонятно, сразу интересуйся, тебе все подскажем, расскажем, а позже немножко побеседуем. Вот, и, соответственно, я куда-то что-то раскидал, он мне сразу дал понять, где лежат продукты питания, куда положить мыльно-рыльное, куда, что, что, короче, так, что это. Ну, собственно, все сразу объясняю. Плюс сказал то, что первое время, когда в камере находишься, как бы присматривайся к тому, как живут. Вот, старайся больше запоминать и поменьше проявлять инициативу. Собственно, как бы, объяснил мне то, что в данном месте инициатива часто бывает наказуема. Поэтому, для того, чтобы не накосячить, не напороть каких-либо косяков, желательно в первое время на рожон никуда не лезть, инициативу не проявлять, и больше, меньше говорить, больше слушать и врубаться, как устроена движуха, как устроен вот этот вот внутренний мир. Вот, потом попросили подойти к человеку, который отвечает за порядок, в камере, в камере, ну, многие, как в простонародье, это называется смотрящие, но у нас на тюрьме не было принято называть это смотрящими, потому что говорят, что смотрящие стоят на вышках, которые охраняют, да, солдаты, на вышке, смотрящий стоит на вышке и на зэков смотрит. Вот, и тут это было, как бы, человек, который отвечает в хате за порядок, отвечает в камере за общее, это такой главшпан называли, да, вот. Вот, попросил меня подойти к нему, я подошел, опять же, никаких расспросов, то есть, ну, город, из которого приехал, а мы оказались земляками, там главшпаном был Дамир, сидел у нас за похищение человека, там организована преступная группа, короче, ну, такие бандиты, вот, и просто спросил, как дела у того, как у того, а видел ли этого, хотя, ну, получилось то, что есть какие-то общие знакомые, вот, и вот небольшой опрос, что, как, там, почем, ничего лишнего, собственно, и, опять же, тоже, меньше инициативы, больше слушаешь, что-то делай, а потом уже решишь, как себя вести дальше. Я выбрал тогда ночное бодрствование, то есть, я днем спал, ночью был занят на дороге. Дорога – это средство общения между камерами, тюремное, собственно, почему стал этим заниматься, потому что очень тяжело сидеть в камере, в ней я сидел в итоге целых семь месяцев, и ничего не делать, и всегда хочется какой-то движухи, ну, а дорога, плюс она еще, это тема, которая поддерживает воровской ход, собственно, ты занимаешься важным делом, ты при деле, и не надо, заниматься какими-то бытовыми, так сказать, хозяйственными делами. Плюс дорога – очень интересная штука, потому что есть несколько путей различных для передачи информации, ну, все вот эти малявы, грузики с сигаретами и чаем, и, соответственно, когда ты занимаешься дорогой, ты должен знать, как устроена тюрьма, то есть, тебе это все передают, так сказать, все эти знания, ты изучаешь схему тюрьмы, где, как проложена дорога, где-то она есть по воздуху, это от решетки к решетке, где-то она есть через кабру, это дырочки в стене, где-то есть дорога мокрая через канализацию, и ты должен знать, в какой камере, как между камерами, какое, так сказать, соединение, какой узел связи, соответственно, дорожнику, человеку, который этим занимается, передают просто малявы, просто груза, а дорожник в его обязанности входит уже все это красиво упаковать, понимать, как он пойдет, чтобы через все кабуры он прошел, ну, определенные размеры, определенные тонкости, влагонепроницаемость и прочее. И все время есть еще дорожник, который ведет тачковку, то есть, он постоянно тачкует, какая малява на кого, когда через нас прошла, когда от нас ушла, когда к нам пришла, для того, чтобы ничего никогда не потерялось, а если где-то что-то и проеблось, сразу было понятно, где и, собственно, с кого спрашивать. Вот, собственно, по Серпуховскому централу так, нормальная жизнь, еще чем хорошо было жить ночью, тем, что днем всегда какая-то движуха, кого-то выдергивают на свиданку, кого-то выдергивают на допросы, мусора приходят с обыском, еще что-то, и получается, что какая-то вот эта вот суета, а когда ты днем спишь, а суетишься ночью, ночью такой движухи нет, и оно как-то поспокойнее, вот, а днем, когда вся эта суета проходит, ну, тебя никто не трогает, то есть, ну, тормоза хлопают взад-вперед, как бы, а ты спишь себе и спишь, но если, конечно же, есть какой-то шмон, да, тебя поднимут, как бы, выведут на продол, к камеру обыщут, но все равно вот ночью оно как-то было спокойнее, вот, собственно, как вот, какое СИЗО было у меня, я рассказал, а рассказывать всю жизнь в камере, ну, это уже тема каких-то других роликов, вот, все культурно, справедливо, всему рассказывают, все показывают, и, собственно, главное оставаться собой и не пытаться одеть на себя какую-то маску и что-то кому-то доказать, и, ну, можно просто въебаться в какой-то хороший косяк, а потом очень будет сложно, вот. Дальше меня переводили уже в другую, на другой Централ, на котором я тоже провел чуть больше 7 месяцев, тут уже меня перевезли в Капотню, это Москва, вот, там, конечно же, было уже посложнее, нежели в Серпухове, где я сидел, то есть я думал, что, как бы, в Серпухове, ну, вот, все нормально, ну, вот, 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 нас больше в камере, чем положено, ну, ничего страшного, не такие уж серьезные трудности. Когда я попал на Централ в Москве, я охренел, потому что там было всего лишь 17 шканарей, кровати на которых можно спать, таких металлических, приваренных, так сказать, к полу, которые не двигаются, вот, но помещение, оно было больше, ну, такое, я не ориентировался в метраже, ну, прилично достаточно, но шконок мало, вот, и они так, как бы, расставлены по вот этому помещению, и что там сделано? В этой камере, которая рассчитана, грубо говоря, на 17 человек, если считать по шканарям, все время находилось больше сотни, я помню, у нас было и по 120 человек, и там по 110, 117, 98, ну, вот такие вот. Для того, чтобы там можно было как-то жить и как-то спать, в зэке в свое время просто все эти шконари, вот, от начала до конца, от стены к стене, связали простынями, ну, такие, знаете, как скрученные простыни, как веревки, сделали такие растяжки, получается, как гамаки, наверное, да, и получился полный такой длинный-длинный-длинный настил, как нары, на которых можно спать не вот так, например, развалившись, а бочком, и, соответственно, люди, когда спят, они как селедочки такие, как бочком, если надо перевернуться, то переворачиваются все, потому что, ну, места нет. Вот, плюс под этими нарами нижний ярус, ну, получается, под шконками, точно так же танком, называлась эта тема танком, в этом танке также внизу лежат матрасы и тоже спят люди, и, ну, как бы многие, наверное, знают, что и слышали, и читали, может, бывали, то, что на тюрьмах тот, кто спит под шконарем, ну, это чмари, да, какие-то там пидоры и прочее, а тюрьма, на которой я сидел, капотня, вот именно вот это состояние тюрьмы, в которую я попал, проходили прогоны, это воровское слово, так сказать, от воров по централу, то, что спать под шконарями в сложившейся ситуации не стрёмно, и, соответственно, там было даже лучше, потому что с Решки, мы сидели летом, было очень жарко, ничего толком не проветривается, и ночью с Решки воздух холодный, ну, вот этот вот ночной, идет вниз, и получается, что именно в танке оно хоть как-то поддувается, и там было, ну, можно было спать несколько посвежее, чем наверху, вот, и четыре, что ли, шконки были двухъярусные, то есть вторые ярусы тоже были, вот, и вот в связи с такой перегруженностью, в этой камере спали в три смены, то есть там сутки были разделены на три равные части, как бы, и вот были такие смены, у меня тоже была смена, уж не помню, со скольки-то вечера, там, то ли с одиннадцати, или с десяти, помню, что где-то до пяти утра, то есть, и тоже занимался дорогой, ну, потому что, опять же, надо было, ну, вот, быть при каком-то деле, потому что было такое, что очень-очень много народа, и очень мало чем можно заняться, просто даже из-за того, что там некуда наступить, то есть помимо того, что все вот эти шконари, про которые я рассказал, они завалены людьми, люди, которые бодрствуют, их тоже очень много, и они, как бы, не умещаются в самом помещении, получается, что какие-то, вот, знаете, пуфики, это вот, там, одна штанина, набитая какими-то тряпками, скрученная с двух сторон в узелки, чтобы можно было сидеть, вот этих пуфиков куча валяется вот так вот на полу, и на нем, на всех кто-то сидит, и получается, что даже когда вот от розетки люди сварили чифер, и несут вот эту вот кружку с кипятком, они, как, знаете, как на вокзале, как через цыганский табор, всех потихонечку, аккуратненько перешагивают, и говорят, типа, осторожно, кипяток, есть отличная возможность уехать на больничку, то есть то, что могут легко ошпарить, вот. И это, ну, вот, это очень трудно переносится, потому что очень-очень много народу, мусора практически в камеру даже не заходят, они на проверку открывают тормоза, заходят, да, вот внутрь, ну, так вот чуть-чуть поверхностно, да, просят всех встать из-под шконарей, везде вот так вот выстроиться, знаете, как на фотографию, блин, школьной винетки, чтобы всех-всех-всех было видно, и так быстро хоп-хоп-хоп посчитали, и тормоза закрыли. В Серпухове для проверки нас всех выгоняли на продолг, в коридор вставили к стене, всех нас обыскивали, камеру смотрели и пересчитывали, то есть, ну, это было намного, как бы, организованней, вот, на Капотне этого не было, и там целый день тоже открываются, закрываются тормоза, все время кого-то водят, то есть камера, в которой сидели не просто там подследственные, а там и тех, кого осудили, и тех, кого под следствием держат, и кто ждет этапа на зону, и разные режимы, то есть в Серпухове, опять же, я сидел в камере, где были тяжелостатейники, то есть по подозрению в убийствах, бандитизм, похищение людей, на каких-то там наркоманов, маленьких воришек, никого такого в камере не было, то есть там было все разделено, типа, ага, и тут тяжелые статьи, тут легкие статьи, тут наркоманы, тут прочее. В Серпухове, ой, в Серпухове, на Капотне все в кучу, то есть у нас сидели в камере люди, которых осудили на пожизненное заключение, и по идее таких людей надо, ну, переводить в какие-то другие камеры, потому что, в принципе, ему нечего терять, этот человек может там подрезать кого-нибудь в камере, потому что он уже все равно, он высшую меру наказания получил, у нас максимум, что таким людям делали, одевали наручники, вот, держали недолго, но были случаи, когда держали в камере, и также к нам иногда в камеру попадали суточники, то есть вот в два раза попадали пацаны молодые, которых просто осудили там на каких-то там несколько суток, для того, чтобы они посидели в КПЗ, на общественную работу выводить, но их место КПЗ привезли туда, просто какой-то бардак, вот, но, что еще, а, и про вот это вот, полнейшая антисанитария, потому что менты практически не выводят в баню, то есть она вроде как бы положена, но они говорят, вас очень много, у нас конвоя мало, везти вас некуда, вдруг вы замутите какой-то бунт, короче, и типа мойтесь на дальняке, а дальняк это опять же одно очко, на все вот это вот 100 человек, короче, вот, один маленький умывальничек, и мы брали вот такие литровые, большие кружки металлические, эмалированные, грели в них воду, кто-то заходит на дальняк, да, кричит, типа вот я здесь моюсь, занятый, и ты вот чуть-чуть с кружки себя на этом дальняке полил, вот так вот намылился, и потом с этой кружки себя полил, чтобы, ну, все себя смыть, из-за того, что в камере сотка, а то и больше, кому-то хочется пойти в туалет, кому-то хочется помыться, постоянно получается, плюс дорожники, которые гоняют дорогу, и дорога по мокрой, как раз была в нашей камере, получается, что ты стоишь моешься, забегает дорожник, типа срочно надо отправить маля, вот ты вот такой вот весь голый, намыленный, выходишь в камеру, писечку прикрыл, и стоишь, ждешь пока отправят дорогу, дорогу отправили, кто-то там еще говорит, бля, я обсыкаюсь, короче, ты его опустил, потом хоп, идешь дальше домоваться, ну, и получается, что очень большая влажность в камере, лето, духота, постоянно кто-то вот это вот моется, короче, вот это, и постоянно идут эти испарения, из-за этого куча белевых вшей, куча клопов, которых невозможно просто оттуда вытравить, я первые четыре ночи после того, как попал в эту камеру, я тупо не спал, потому что, ну, они кусают, это больно, как бы, куда бы ты ни облокотился, там, на дубок, где, где еда, там, ну, на шконку, они везде вот в этих вот щелях живут, и как только человеческое тело касается, они тебя начинают хуячить, очень тяжело, и, опять же, из-за обилия людей, перенаселенности камеры, их невозможно вывести, потому что их надо выжигать, мы как-то пробовали всем сместиться чуть-чуть, немножечко камеры освободить, и всем переместиться, а тут вот зажечь факела, газета, знаете, газета с целлофановой пленкой перемотана, ты зажигаешь, и вот, чтобы все вот эти вот кровати, шконки, там все, ну, все эти щели, чтобы прожечь, но мы, блин, чуть не задохнулись, потому что это все горит, народу много, то есть, очень тяжело, и, соответственно, мусор, мусора тоже не выносят, выносят очень редко, и получается, что у тебя стоит бачок с мусором, в котором навалено кучу мусора, мусор начинает гнить, вонять, начинает ползать опарыш, и доходило до случаев, просто ситуация, просто когда менты открывают тормоза, чтобы нас посчитать, мы просто в наглую выкидывали на продол вот этот вот бачок, чтобы они хоть как-то вывели нас на прогулку, когда идешь на прогулку, бачок высыпаешь, вот, ну, уже вот просто по-другому было никак, вот, собственно, опять же, рассказывать про то, как оно там все внутри, сидят люди, люди разных режимов, соответственно, опять, если ты человек, то не обязательно быть каким-то уркой, да, придерживаться каких-то там суперворовских традиций, то есть, для того, чтобы быть человеком, надо просто быть собой, не для того, чтобы быть, надо просто быть собой, и, собственно, поймешь, как себя чувствовать, и что делать, и как находить выход из той или иной ситуации, какого-то беспредела, что-то у тебя будет прыгать, что-то тебе пытаться навязать свое, но такого просто нет, вот, с централами разобрались, то есть, суть была такова этой басни, что централы бывают разные, все зависит от городов, скорее всего, все зависит от перенаселения, возможно, есть камеры, где и просто свободные шканали, и по другому жизнь течет, возможно, есть камеры и более перегруженные, и с большим беспределом, то есть, ну, все познается в сравнении, я был в одной, был в другой, и у меня есть с чем сравнить, то есть, в Серпухове нас каждый день выводили на прогулку, там, как-то не так часто шмонали, там, ну, как-то было вот кайфово, а вот на Капотне было уже, ну, намного-намного пожестнее, опять же, мусорского никакого режима там не было, там был полностью воровской ход, типа, все, что хотим, то воротим, но, в том плане, то, что очень грязно, очень антисанитарно, очень-очень много народу, и ты постоянно находишься вот в этом вот муравейнике, оно, конечно, ну, убивает, вот, на этом видео сегодняшнее буду заканчивать, и следующий ролик уже отпишу про транзитные хаты, когда вы перемещаетесь по этапу на лагерь, и, соответственно, немножечко расскажу уже, как обстоят дела в лагере, когда вы приезжаете, потому что суть этих роликов была рассказать про, собственно, помещение, про, про способы содержания зэков, да, то есть, КПЗ, он же ИВС, СИЗО, средственные изоляторы, и, собственно, транзитные камеры, когда вы передвигаетесь, Столыпинские вагоны, и, соответственно, сам лагерь, или зона, как его называют. Вот, на этом все, с вами был Любомир Бородат, пишите комментарии, возможно, я что-то упустил, вот, и мне будет проще ответить на вопросы, нежели вот так вот, бра-бра-бра-бра-тележить, могу очень долго тележить, и уйти куда-нибудь в сторону, не обрисовав какие-то конкретные ключевые моменты. Все, спасибо за внимание, до новых встреч!